И всем привет, с вами Ростиксон с гениальной камерой, но мы тут о другом говорим о щитках новичков, в том числе меня. Давайте, наверное, какие-то общие сначала скажу моменты, а потом проведу свои примеры. Так вот, наверное, самая большая ошибка это пытаться отыграться, как бы это странно ни звучало, и это не типичная ошибка. То есть обычно все говорят там про еще что-то, а знаете, в щитках бывает такое, что у вас, ну, 2-3 раза подряд, ну, не заходит монетка, она в нулину скатывается, да, такой моментик имеется, и люди, вот, допустим, человек потерял, ну, 5-10% от банка максимум, да, и он начинает рисковать, пытаться вот как-то вернуть эти деньги, то есть завышать риски. В такие моменты нужно, первое, как минимум не превышать риски, то есть также торговать той же суммой, которую вы торговали. Второе, вообще сделать какую-то паузу, потому что в последние моменты я увидел, как у многих людей, да, они потеряли, ну, какую-то относительно такую существенную сумму, но от банка она несущественная, и они начали превышать риски, и обнулились вообще в ноль, да, или у них осталось очень мало денег. Хорошо, ну, это такая нетипичная ошибка была, давайте теперь вот к самым типичным, обычным. Это вот просто такая, о которой многие, ну, забывают, да, сказать. Это превышение рисков, как я сказал. Второе, это превышение рисков в деньгах, то есть, например, вот вы новичок, допустим, я новичок в щитках, я это осознаю, да, где-то мне может ввести в щитках. Например, я со 100 долларов сделал 450, правда, потом они превратились в 200, поэтому подписывайтесь на мой телеграф-канал, чтобы слить, как я со 100 долларов до миллионера сделаю. Но я осознаю, что я новичок, и я подумал, что здесь какой-то смысл входить большой суммой вот в такие щитки, то есть, ну, вообще, сколько выделить на вот это все, я подумал, идеально выделить 100 долларов, чтобы просто начать прочувствовать, получить какой-то опыт, да? И вы также выйдете для себя какую-то незначительную сумму, окей, которую будете оперировать, можете вообще в голове торговать. Поначалу, то есть, там, понимаете, что у меня в голове торговать? Есть такой прикол. Флипнул в голове, то есть, там, допустим, вот я бы купил вот эту монету, и где бы я ее продал, да? Хорошо. Окей. Второе, это, я думаю, что лучше всего двигаться точечно и слишком много действий. У меня даже сейчас, на данный момент, действий довольно много. На самом деле, лучше поменьше монеток, но более качественно, да? Что еще? Какие, кстати, напишите, какие у вас ошибки основные, о которых, возможно, я забыл. Кстати, вот честно я вам скажу. Это очень удивлено, что я смог в себя перебороть. Я, наверное, первые недели две торговал только на DEX. Я даже сейчас не могу представить, как можно торговать на DEX, когда есть BULLX. То есть, я сейчас на BULLX, ссылочка будет в описании, я лимитки закидываю на свои щитки и просто забываю. Правда, конечно, практически все укатываются в нулину, но иногда лимитки срабатывают, и я продаю в плюс. Потому что раньше я пропускал такие моменты. Знаете, вот, когда купил монету, она растет в 2X или в 3, ты бы ее продал, да, на этом моменте? Или хотя бы часть бы продал, чтобы тело забрать, но ты в этот момент спишь или занят на улице где угодно. BULLX решает эту проблему, можно выставить лимитку. Допустим, вот сейчас у меня монетка выставлена, сейчас я вам покажу. У меня монетка выставлена. Вот. Лимитка на игле. На 30 лямов. Интересно. Всполнится. Но я, по крайней мере, уже не переживаю, не слежу за этой монеткой. Поставил лимитку, и дальше пусть идет как идет. Так. Ссылочки на BULLX есть в описании. Также, наверное, ошибки это не проверка токенов, когда вы, знаете, когда вы покупаете какой-то скам монетки. второе, наверное, это недостаточно... Сок нашел! Я нашел сок! Думал, он закончился. Когда вы... У вас недостаточное количество информации. Вы ее берете с сомнительных источников, с сомнительных каналов. Допустим, где чел рекламу продает, да, монетки, а вы ее покупаете. Ну, такое, да? У меня есть папка каналов интересный. Я думаю, вам поможет там лично вот канал, за которыми я слежу по щитками. Заходите в мой чат, задавайте там какие-то вопросы. И самая главная ошибка, из-за которой все люди не становятся миллионером. Они сдаются, они останавливаются. Но... Нам нужно не сдаваться, не останавливаться. Поставьте лайк. Нужно, наверное, торопиться и фиксировать на лоях, знаете, на панике. Лучше ничего делать на панике. Очень кайфовый сок. Просто лучший сок в мире. Лучший сок в мире. Я не знаю. И фиксировать прибыль в щитках. Забирать тело. Вот. Пока не забыл. Чтобы я так жил. Ой, это ж я. Ладно, всем пока. Рад был с вами повидаться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok